Прометей не нужен испытывали ли в Сирии С-503 октября 2019 года газета Прометей не нужен испытывали ли в Сирии С-500 в Минобороны опровергли факт испытаний комплексов С-500 Прометей в Сирии Некоторые СМИ сообщили, что в Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 Прометей Источники газеты опровергают эти сведения Более того, в Минобороны РФ заявили об отсутствии необходимости подобных систем в Сирии В ситуации разбирался военный обозреватель Михаил Ходоренок В российской прессе 2 октября появилась информация, что в Сирии прошли испытания элементы российской системы ПВО С-500 Прометей Сообщалось, что при тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, но их удалось быстро устранить Испытания, уже закончены и признаны успешными, писали СМИ со ссылкой на неназванные источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе Уже только по этой фразе видно, что никаких тестирований не было Испытания перспективного вооружения и военной техники бывают заводские, совместные и государственные По их результатам составляется соответствующий документ за целой лестницей подписей военных и представителей промышленности Готовится доклад руководству, и только потом издается приказ министра обороны о принятии соответствующего образца на вооружение Такова сама схема работы И если говорится о тестировании, то сразу видно, что авторы подобных выражений никогда не были причастны к сложной работе по испытанию и принятию техники на вооружение Более того, в самом Министерстве обороны России уже заявили, что необходимости для подобных испытаний просто не было С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет Заявили в российском военном ведомстве, пишут известия Если в Сирию на самом деле осуществлялась транспортировка перспективной российской зенитной ракетной системы С-500 Прометей То только один этот факт был бы немедленно вскрыт средствами детальной фоторазведки со стороны США Чтобы в полном объеме перебросить за РСС-500, к примеру, по воздуху, потребуются десятки, если не сотни рейсов тяжелых военно-транспортных самолетов типа Ан-124 К тому же, на сегодня еще нет полной ясности, как вписывается в грузовой салон этого самолета И вписывается ли вообще, противоракетный модуль Прометей С-РЛС-76Т6 и 77Т6 с активной фазированной антенной решеткой Пусковые установки 77П6 и противоракеты 77Н6Н и 77Н6Н1 не осталось бы незамеченным от вероятных партнеров и само развертывание системы Для этого надо еще найти безопасную площадку соответствующего размера А в Сирии даже с этим большие проблемы Свободных участников местности в пределах российских баз Хмеймем и Тартус очень немного Наконец, после развертывания радиоэлектронные средства ЗРС должны выходить в эфир Что было бы немедленно зафиксировано средствами радиотехнической разведки США То есть и этот факт не остался бы незамеченным Тем более, если в ходе испытаний были бы осуществлены боевые стрельбы Средствами слежения Запада запуски ракет сразу же были бы обнаружены И по этому поводу поднялась бы заметная информационная волна А пока даже зенитная ракетная система С-400 Давным-давно развернутая в Сирии Не выполнила еще ни одной боевой стрельбы В этом просто не было необходимости Кроме того, надежные источники газеты Отрицают сам факт подобных мероприятий Нужен ли С-500 в Сирии? Заявленная дальняя граница зоны поражения С-500-600 километров Зона безопасности при выполнении боевых стрельб на предельную дальность Прометея Должна составлять в этом случае не менее 1500 километров То есть в ходе испытаний надо предупреждать Анкару, Афины, Каир, Тегеран Что на территории этих стран возможно падение обломков ракет и мишеней Сегодня на территории даже России нет соответствующего полигона Чтобы в полном объеме выполнять подобные требования по безопасности Единственный полигон, который отвечал таким условиям В советские времена дислоцировался в Сарышагане Однако сегодня это территория Казахстана Кроме того, где-то надо развертывать точки запуска баллистических и аэродинамических ракет-мишеней Опять таки, чтобы проверить эффективность стрельбы на предельную дальность Их надо создавать на расстоянии нескольких тысяч километров от стартовых позиций за РСС-500 Параметей К примеру, в советские времена средства противоракетной обороны развертывались на полигоне Сарышаган А запуск баллистических мишеней осуществлялся с полигона Капустин-Яр А это расстояние составляет более двух тысяч километров Чтобы сделать это в Средиземноморском регионе Баллистические ракеты-мишени надо запускать примерно из района Рима А как можно выполнять такие граничные условия на территории Сирии в принципе Где значительная часть территории еще не контролируется законными органами власти, неизвестно Полигон, это не пустыня, где во всех возможных направлениях производятся испытательные пуски В первую очередь, полигон, это измерительный комплекс И на его территории, как правило, развернута целая система, сеть, измерительных пунктов Если они отсутствуют, то любые пуски и испытания вообще лишены какого-либо смысла Наконец, в ходе любых испытаний средств ПВО надо создавать необходимую воздушную и помеховую обстановку Причем рассчитанную на далекую перспективу, то есть на то оружие, которое только появится у противника в обозримой перспективе То есть надо привлекать в этих целях самое современное из имеющегося отечественного вооружения и военной техники Как это сделать в Сирии, тем более со всех возможных направлений удара воздушного противника, непонятно То есть никаких убедительных причин, чтобы вести в эту арабскую страну даже только один радар, нет И, кроме того, очень хорошо испытать любую, тем более перспективную систему вооружения в боевой обстановке Однако никаких условий воздушной и помеховой обстановки, которые соответствовали бы в полном объеме заявленным тактико-техническим характеристикам ЗРСС-500 Прометей, в Сирии нет Террористические формирования в Идлибе не обладают средствами запуска космических аппаратов, которые необходимо уничтожать в ближнем космосе на высоте 200-250 километров У мятежников нет тактических, оперативно-тактических баллистических ракет и гиперзвуковых аппаратов Террористы не располагают пилотируемой авиацией, тем более аппаратами с малой радиолокационной заметностью То есть никаких условий обстановки, при которых в Сирии можно было бы проверить ТТХ ЗРСС-500 в реальном бою, нет А для борьбы с БЛА, которую имеют в своем распоряжении террористы, вполне достаточно имеющих на базах ХМИМИ МИТАРТУЗЗПРК ПАНЦИРЬ, ЗРКТОР и СРЕДСТВРЭП Михаил Ходоренок, военный обозреватель газеты Право на данный материал принадлежат газетам Материал размещен правообладателям в открытом доступе